Еще месяц назад многие из этих пенсионеров даже боялись подойти к компьютеру, но все же интерес переборол страх. Заявки на обучение компьютерной грамотности подали 150 пожилых людей. 45 из них стали первыми слушателями курсов на базе первой школы. Я думаю, что все будет замечательно. Жизнь продолжается. Мы идем в ногу со временем. Я вас поздравляю с тем, что вы у нас такие добросовестные ученики и успешно пришли к завершению. Скачивать фильмы и программы, общаться с родственниками и друзьями по интернету пенсионеры научились за месяц. Одна из учениц Ирина Румянцева рассказывает, что благодаря хорошим преподавателям обучаться компьютерной грамотности было нетрудно и очень интересно. Тяжело не было. Было очень интересно. Потому что каждый день мы узнавали что-то новое, действительно нужное и интересное. И было такое желание вечером прийти домой и повторить то, что узнали. Хотя в принципе домашнего задания как такового нам не давали. Обучающая программа для начинающих. Все отправил включение компьютера до использования интернета. Преподаватель Наталья Павлоянова отмечает, что все пенсионеры усердно трудились и без проблем наладили дружбу с компьютером. В процессе обучения никаких трудностей не возникло. Все содержательные линии курса были освоены пенсионерами на должном уровне. По окончанию обучения выпускники получили сертификаты. Теперь они без труда могут использовать различные программы, пользоваться мировой паутиной и учить этому своих друзей и знакомых. Полученные навыки я хочу применить для общения с детьми, с внуками. Такой личный вопрос. Мы приобрели недавно в новой кухне и нужна была вытяжка. Я по интернету заказала и уже получила эту вытяжку. В благодарность за полученные знания пенсионеры подарили букеты цветов директору первой школы, начальнику управления образованием и своим любимым учителям. Андрей Селенко, Николай Сенгир. Программа «Время местное». Программа «Время местное»